Меня зовут Шаталова Елена. В сентябре 23 года в нашу семью пришла беда. Наша жизнь разделилась на до и после. Нашей младшей дочери Маруси поставили диагноз нефробластома. Сразу с поражением легких четвертой стадии. Елена записала уже десятки подобных обращений с просьбой о помощи. Но каждый раз ей трудно сдерживать слезы, произнося имя коварной болезни, стремящейся забрать жизнь ее ребенка. Четырехлетняя Маруся – третий ребенок в семье Шаталовых, проживающих в поселке Ильском. Вопросом, почему жизнерадостную девочку постигла такая болезнь, уже никто из родных не задается. Сейчас главное – спасти. Из-за ряда врачебных ошибок Маруси поставили неправильный диагноз. Лучевая терапия не только не помогла, но и навредила. Все закончилось рецидивом, ставшим единственным зарегистрированным случаем в России по данному заболеванию. По итогу, состояние девочки ухудшается с каждым днем. Раковые клетки разрастаются по всему организму, принося адскую боль ребенку и невыносимой муки ее родным. Маше удалили почку, провели еще ряд операций, в том числе и на позвоночник, что помогло избежать инсульта. Часть опухоли так и не удалось удалить. Теперь наш тип рака, тем более еще плюс подкрепленный теми блоками химии, которые нам не подходили, может просто не поддаться той химии, которую они могут нам прописать. Но так как это случай единичный, соответственно протокола под наши заболевания, под наш рецидив просто нет. Что с нами делать, они не знают. Они подобрали нам подходящий протокол. Он не сработал. Обухоль прогрессирует. Образовалась новая в малом тазу. Она растет. Москва нам сказала, раз блок химии больше не сработал, значит вы просто едете домой умирать. Мы вам даем справку на палеотип. И даже нет никакой метрономной химии поддерживающей. Вы просто едете домой умирать. Как бы не было больно, любая мать сделает все, что в ее силах. Елена перевела выписки через бюро переводов и отправила в лучшие клиники мира. Отказались многие. Однако надежда все же пришла в письме из Китая. Нам нужно срочно ехать, потому что последний раз на контрольном КТ опухоль выросла очень сильно. Ее нужно срочно остановить. Китай нам прислал приглашение. Это клиника Фуда. Доктор не настаивает, но очень крайне рекомендует нам остаться в Китае, чтобы ребенок был под наблюдением. Клиники Китая не предоставляют жилье своим пациентам и даже нет питания. Они только лечат. Поэтому проживать и питаться нам нужно там за свой счет, оплачивая отдельными счетами каждые приемы врачей, сдачи анализов и каких-то либо исследований. На все это нужны огромные суммы, непосильные для обычной кубанской семьи. Пока общая сумма сбора составляет 19,5 миллионов рублей. Я очень прошу всех неравнодушных людей откликнуться и помочь нам в сборе денег, чтобы спасти нашу девочку. Она маленькая, она строит планы на жизнь, она ждет, когда она вернется домой. Она хочет танцевать, петь. Она хочет вернуться в свой детский сад, который она полюбила. Мы как родители не можем ее лишить, мы просто обязаны бороться до последнего. Я очень прошу вас, пожалуйста, помогите нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!